доброго времени суток всем сегодня хотел такую новочку показать книжку приобрел это продолжение мы видим а второе издание этого вот издание предыдущего которое нередко показывал коломийцев собакарники тюксомов помним да такие чертежи характеристики по отечественным боеприпасом это 2003 года книжка издания на 2003 тираж у нее 150 экземпляров с обратной стороны у вас написано на вот тираж 150 штук вот научно-популярное издание харьковский научно-исследовательский институт судебных инстинкт экспертиз имени заслуженного профессора бак бокаевса но известная по крайней мере в украине экспертно-криминалистический институт или как он в общем институт научно-исследовательский институт по криминалистике в каком значит это издание но сразу скажу ненавижу когда ценники клеят прям на саму ножку но потом попробовать паре час не рискуешь оторвать ничего от книжки вот это издание уже крепко расширена тут вот реклама наша какая-то местных магазинов ну тоже тираж небольшое относительно 2008 года вот это я заходил вчера как раз магазин правда в другой не такой как здесь нарисован и увидел случайно на полке смотрел там что-то и увидел на полку и такой опа коломейцев ларьков собакарь то есть у нас ушел никитюк ушел сумов но добавился ларьков вот значит наклад 1000 прим это тираж 1000 экземпляров прим примерный киф наклад 1000 примерный тоже не супер большой прям тираж но очень сильно расширилась вот оглавление она существенно больше ну и кроме того вместо тех чертежей которыми мы привыкли в той книжке здесь вот такие вот 3d модели и они вот сделаны пуля сборе патрон и аксонометрия с вырезом четвертой части поначалу я когда взял в руки прямо в магазине книжку открытом посмотрел мне ну так она елки-палки опять попсились чертежей перешли на 3d модели но потом я полистал вот буквально это вчера я покупал вчера или позавчера и вот сегодня полистал и как у меня трепянулась все потому что три модели прорисованы так что мама не горю то есть адекватные 3d модели красивые но единственно вот эти торчуны мне кажется немножко больше здесь нарисованы чем на самом деле но опять же таки кажется я имею ввиду сейчас я возьму инструмент на коваленку вот она торчит сдавляя капсуль между ударником ударник сдавливает ударность ну через капсуль ударный состав вот он капсуль колпачок и на дне его залито бердановский и вот сжимаясь между на коваленкой и ударником происходит воспламенение инициирующего состава так называя система воспламенения через вот эту трубочку проходит дырочка дырочка проходит внутри дыма были конечно очень симпатичные очень красивые добавилось разнообразие вариантов снаряжения то есть и патронов добавилось и вариантов их снаряжения с большим количеством пуль я сейчас хочу показать для примера с того что я заметил 762 на 50 ну сейчас будем пролистывать что-то будем показывать интересно ну вот даже 545 на 39 он сколько вариантов всяких тоже вот причем самое интересное такое ощущение что видите вот здесь накатка я про 3d модели накатка смотри она вот видно как этот самый как просто вмятинка на кольцевая очень для таких 3d моделей я не видел то есть очень грамотно проработанная в синюю ну все не всему нюанс вот даже видите накатка видно не накатка завальцовка да вот таким вот квадратным тернением прямоугольным вот это здесь отчетливо видно хорошо видно здесь водоладка завальцовка тоже вот накатки все то есть ну вот реально для идентификации понятно что неплохо было вот как-то соблюсти размеры потому что единственное что здесь не устраивает это абсолютно разнобой масштабе с другой стороны есть размеры то есть теоретически поколупаться можно ну масштаб разное это заметно то есть вроде бы где-то и соблюдается одета не соблюдается потому что вот эта гильза 545 на 39 с него для подводной стрельбы трассирующие интересного вот интересно кстати федорового патрон добавилось даже два варианта теперь его снаряжение вот с такой пулей я реально у федорова встречал в книжке и так вот с конец или драконической пули и соживальной ну там еще с сердечником было но здесь у 2 тоже как бы не часто встретишь то и найдешь не вот еще третий вариант какой-то там чем они отличаются на не суть с утолщенной в головной части оболочкой ну то есть повышенной программе и вот кстати с бронебойной пулей тот который уже начали ну он был подготовлен к производству полностью там все но началась первая мировая война и вот этот сплав карбид вольфрамовый которые специально разработали кстати для этого патрона то есть именно был заказ на то что были бронебойные сердечники и федора вот настоял чтобы и вот пока разрабатывали стали стали а сплав основанный на карбиде вольфрама точно его состав не скажу началась война и патрон этот массово выпустить не успели не знаю успели ли экспериментальные какие-то установочные партии но по моему не успели вот пошли разные варианты ттл с такими всякими пулями то есть ну то есть явно вот и сп 3 сп 2 сп 1 прошу прощения на на какие красивые то есть вот явно шнаган здесь больше чем 7 62 на 39 да то есть явно масштаб не соблюден здесь 38 с половиной здесь 39 на и то есть если посмотреть вид наша масштаб не одинаково видно что еще но всем 62 на 3 здесь смотрите сколько вариантов да что ж такое прошу прощения вот очень много различные коммерческие холостых несколько вариантов разный гильзах причем цвет здесь не просто ну как бы от балды а видно латунная гильза для на стальная вот видите здесь серым чем-то покрыто здесь данном случае там пока он покрыто там пока здесь видите более красный латун здесь более желтая все как положено очень приятно и очень приятно и вот эти модели скажу честно я уже наверно говорил но чувство захлёстывает скажем так нам теперь смотрите 7 62 на 54 то есть наш трехлинеечный классический винтовочный фуреметный патрон вот это вот толщина вот это все вот толщина 211 по 347 говоря 130 страниц 135 рубая страниц это чисто 7 62 на 54 тут даже бутерлина смирнского пуля есть вот она собственно я на нее смотри это там для короткой стрельбы на коротке и как охотничий как практический патрон возможные варианты здесь тут даже вот пули л вот просто та которая пуля л остроконечная образца 908 года это ее варианты нарисованные латки вот этот тут которая обжимается сюда с вот такой вот канирюрой и с накаткой потом весь пулей тарасова и так далее то есть оказывается вот нагановскими пулями снаряжали тоже вот это бумажная это холостой копии машины то есть ну сумма даже одних он учебных варианты но это просто какой-то образца о сша 1896 года в общем я не разбирался как праве сталкиваешь у нас представьте сколько только трехлинеечного потом пза у меня он кстати есть на обзоре рассмотрим покажу пзм его модификации и у меня нету и ту же здесь он подробненько по материалам это латунная это стальное тут такое но на самом деле там такой какой-то лак с анодированием здесь вот этот наш любимый зеленый лак вот этот есть 762 на 122 который ну как бы есть там упоминается там в нескольких статьях экспериментальной повышенной пробивной пробиваемости но видать попытки патрон экспериментальный он больше для исследований был сделан то есть когда появился польский вот этот патрон то есть стандартного винточного калибра но ускоренная ну решили я так смотрю не париться просто удлинили гильзу 762 на 54 р ну и либо 32 до 32 его снарядили еще 100 1200 метров в секунду мама дорогая ну и так далее это на это уже наш друг это браунинговский он тут один дал это 8 и 2 на 66 со свинцовой из тоже гильза у меня есть из полуоболочкой пули нету ну и так далее пм овских он тоже там вагон какие-то и цельнометаллические пули вот то есть как бы чего только нет из того что выпускалась у нас или на не использовалась есть практически но вот интересный винтовочный патрон дворянина с подкалиберным стреловидным поражающим элементом я читал за то что он существует но оказывается вот он вот так вы любит и люди об этом знают а может просто предполагают не знаю потому что тут интересная такая фраза есть на шарике я ее сейчас наверно зачитаю чтобы не забыть это здесь в конце сведения приведенные в пособие получено из открытой отечественной и зарубежной справочной литературы периодической печати ресурсов интернета также в результате исследования образцов натурных коллекций облик достаточно редких экземпляров и отдельных современных образцов воссоздавался по их описанием рисунком и фотографиям что не исключает наличие некоторых погрешностей в представленных изображениях их конструкции следует также отметить что ряд характеристик образцов патронов в основном охотничьих могли быть завышены производителем рекламных целях поэтому к ним следует относиться критически в некоторых случаях отдельные недостающие параметры патронов и их элементов снаряжения были получены авторами самостоятельно в результате теоретических расчетов я так понимаю есть начальная скорость нет дульной энергии взял им в квадрат на 2 и вот то что рассчитали или там конкретно где-то там может диаметр пули понимают что он такой же как в другом месте ну то есть в принципе понятно о чем идет речь вот наш револьвертный к смитлессон у нас тоже с чашечкой там как вот он сделан ну вообще красавцы просто молодцы это подозреваю что моделями наверное занимался вот этот новый человек ларьков с н а и зачем уже имена отчество у нас не пишет такси ларьков сэн ну ларьков с н я одобряю ставлю лайк если он меня услышит или увидит очень я скажем так вдохновлен проделанная работа он про сальнички есть то есть из 3d моделей которые я видел реально the best the best of the best ну такая вот книжечка уже и так видео мы под затянули вариантов масса буду использовать ее наверняка в дальнейших видео надеюсь что будут такие картинки наглядная весьма наглядная будем использовать будем применять так что такие вот дела каут удачка случайно встретил случайно купил и всего их там еще один экземпляр остался для тех кто в харькове меня смотрит из харьковчан это магазин биха бекас на красношкольные я точные на полке там видел еще одну книжку то есть их стояло две я спросил на ряда 2 осталось с 2008 года тираж тысячу штук видимо не распродался весь опять же продается он так я не знаю это локально не локально ну удалось мне вот эту книжечку случайно она ко мне попала вообще тоже увидел как-то больше нигде не видел увидел человека на базаре говорил с ним на книжном к сожалению я не помню сколько он там хотел за нее или сколько она стоила вот но я собой не было денег я попросил он подождал на следующий день встретились метро я так и забрала и пожалуйста не продавай ничего вот я тебя умоляю ну человек холод не будешь там завтра я не гарантирую ну слава богу как-то прилетел я на крыльях счастья купил эту книжку на это вот продолжение вот интересная такая ну на этом всем всем удачи и соблюдайте правила техники безопасности